Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось сказать о том, что у вашей дочери явно наблюдается ядерный комплекс по структуре ее поведения. То есть что такое ядерный комплекс? Это когда человек, пережив определенную ситуацию с совокупностью обстоятельств, которые объединяются вокруг одного какого-то центрального объекта. В последующей жизни, в последующем существовании своем, если этот человек встречает данные объекты, данные объекты еще раз, то ему кажется, что те негативные обстоятельства, которые были с ним, которые имели место быть, произойдут вновь, и человек испытывает страх. Комплекс проявляется всегда. В первую очередь, если человек не может выразить свои эмоции. Отсутствуют объективные понятия того, что происходит. Отсутствуют истинные понятия, и имеет место быть в понятиях ложных. Вашего ребенка что-то довольно сильно напугало. Напугал его какой-то взрослый человек. Специально или нет, это неизвестно, но это, надо сказать, и не так важно. Потому что для вашего ребенка этот человек напугал его специально. То есть вот этот момент тоже нужно понимать, что у ребенка имеет место быть невыраженный страх, невыраженное переживание. И это невыраженное переживание ребенка вам необходимо найти, отыскать, помочь ребенку проговорить ему вот эти вот страхи, которые у него есть. Помочь ребенку проговорить это все, чтобы он начал получать реальную картину мира. Реальные понятия, чтобы у ребенка появились того, что с ним произошло. Значит, вам нужно разговаривать с ним, и вам нужно постараться понять, что же с ним произошло. Это очень важно, чтобы вы, используя свои доверительные отношения с ребенком, Используя какие-то индивидуальные подходы к ребенку. Используя то, что ребенку нравится, то, что ребенку интересно, то, что ей привлекательно и так далее. Используя вот это все, вам нужно выяснить у ребенка, что же все-таки напугало его. И только так, только через разговор, через выяснение, можно понять, можно выяснить, что же все-таки беспокоит. Почему он боится? Ведь страх, любой страх, он ведь никогда не бывает просто так, он не появляется из ниоткуда. Страх, он, как бы, базируется на некоторых объективных событиях в жизни человека. И вам нужно понять, какие события произошли в жизни вашего ребенка. А далее, просто разговаривать, 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 и еще раз разговаривать. Чем активнее вы будете разговаривать с ребенком на эту тему, Чем активнее вы будете с ним обсуждать как-то эту тему, Чем активнее вы будете провоцировать ребенка на то, чтобы он говорил о том, что его беспокоит, Рассказывал о том, что его беспокоит, объяснял, почему он боится. Чем активнее вы будете заниматься этим, тем меньше страха будет у ребенка. Тем меньше поводов для комплексов у него будет. Потому что причинно-следственная связь, которая есть сейчас между взрослым и определенными дальнейшими последствиями, уйдет. Другие понятия, другие понятия, восприятия ребенка, опять же. И таким образом, одни убеждения и установки будут заменять другие. То есть, по сути, то, что нам с вами и нужно. Ну и вот, если это не поможет, то тогда уже, конечно, стоит обратиться к психотерапевту, детскому психологу для того, чтобы уже тот, лично поработав с ребенком, дал бы ему и вам определенные рекомендации и направил бы вас туда, куда нужно для дальнейшей работы. На этом все. Надеюсь, что я помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!